Всем привет! С вами канал Космостар. Юмористка Светлана Рожкова из программы «Аншлаг» полюбилась многим зрителям старшего поколения. Да и молодежь нередко в ее сценках узнает близких, взять хотя бы ее образ сварливой свекрухи. Обаятельная, активная и жизнерадостная Светлана не раз оказывалась в сложных и даже трагических ситуациях, но с помощью юмора смогла все преодолеть. О том, как ее потеряли родители, как сама осталась с малышом на руках, как пережила две клинические смерти и сейчас продолжает успешно бороться с болезнью, мы и расскажем сегодня. Светлана родилась в феврале 1965 года в подмосковном Можайске, и прямо с рождения начались ее злоключения, которых в жизни случилось немало. Забирать новорожденную из роддома приехали из деревни Губина на санях отец и дед, и на обратном пути случайно выронили конверт с малышкой в придорожный сугроб. К счастью, мама девочки быстро спохватилась, сверток нашли, и кроха не пострадала. Несколько лет Света прожила в деревне, а потом переехала с семьей в Кисловодск, где матери предложили место администратора филармонии на Кафминводах, там и выросла. Она занималась танцами, спортом, рисованием, пока в старших классах не решила стать актрисой, записавшись в театральную студию. Однако в профильный институт она не поступила, и мама устроила девушку ведущей концертов к себе в филармонию. А на следующий год Светлана отправилась в Ленинград и поступила в мастерскую эстрадного искусства, где два года усиленно занималась разговорным жанром. После обучения ее направили по распределению в республику Тыва, причислили к филармонии города Кызыл, а там отправили на долгие гастроли с ансамблем Аян по Якутии, всему Дальнему Востоку и приграничной территории с Монголией. Это было совсем не то, о чем она мечтала, жить приходилось в холодных гостиницах, больше похожих на наспех сколоченные дощатые сарай. А уж чем кормили малоизвестных артистов и говорить не приходится. При первой же возможности Рожкова взяла расчет и устремилась в Москву, аргументируя свое решение недостатком знаний и желанием продолжить обучение. Ей удалось поступить на заочное отделение ГИТИСа, подрабатывала везде, где только удавалось, а получив диплом, вернулась в филармонию Кисловодска. Первое время Светлана была ведущей на выступлениях симфонических и камерных оркестров, потихоньку готовила сольную программу «Сеанс смехотерапии» и позже начала с ней гастролировать. Популярность Рожковой росла с каждым выступлением, зрители полюбили эту яркую и смешную артистку, с нетерпением ждали каждый новый номер, а в 1996 году она была удостоена почетного звания заслуженной артистки России. В конце 90-х, во время гастролей, Светлана познакомилась с Евгением Петросяном и Еленой Степаненко, и они пригласили молодую талантливую артистку в свою передачу «Смехопанорама», а потом «Судьба» свела юмористку с Региной Дубовицкой. И с 2001 года Рожкова стала постоянной участницей телепередачи «Аншлаг». С ведущей они очень подружились, плодотворно сотрудничали долгие годы и до сих пор в отличных отношениях. После долгих мытарств и скитаний карьера складывалась вполне успешно, чего нельзя было сказать о личной жизни и здоровье Светланы. Первый раз она вышла замуж очень рано. Захотелось любви, семьи и детей, и она все это сполна получила, но ненадолго. Музыкант Андрей Богданов был всецело поглощен своим творчеством, иногда вдруг с удивлением обнаруживал, что рядом с ним проживают жена и крохотная дочь Яночка. Пытался сделать вид, что интересуется своими домашними, и вновь уходил в себя. Так прошло несколько лет, а потом отец семейства вдруг заявил, что отбывает на ПМЖ в Америку, ибо только там сможет построить успешную карьеру. Светлане он ехать не предложил, а она и не собиралась, понимая, что счастья с этим человеком у нее уже не будет. Она осталась в Кисловодске, одна с маленьким ребенком на руках, и в родной филармонии познакомилась со вторым мужем, певцом Юрием Евдокуниным. Он сумел дать артистке все то, о чем она так мечтала, с ним она обрела настоящее женское счастье, и уже 30 лет благодарит судьбу за этот бесценный дар. В 96 году в семье родилась еще одна дочь, Варвара, которую они буквально выстрадали. У Рожковой было больное сердце. Она уже один раз пережила клиническую смерть, и врачи запрещали ей рожать. Но женщина очень хотела родить ребенка любимому человеку и решилась на этот рискованный шаг. Все обошлось, и сейчас у нее две замечательные дочки и очаровательная внучка от старшей Яны, которая получила блестящее образование и стала лингвистом, знает в совершенстве четыре иностранных языка. Младшая Варя окончила училище имени Гнесиных и сейчас строит музыкальную карьеру. Преодолев все неудачи и препятствия, Светлана была очень счастлива, у нее было все, о чем только может мечтать женщина. Свой большой и красивый дом, прекрасная семья, любимая работа, достаток, любовь и признание зрителей. Но злодейка-судьба приготовила новый удар, несравнимый по силе ни с чем, что случалось с ней раньше. А ведь артистка уже дважды была на волосок от смерти. В первый раз ее сердце остановилось от большой дозы спиртного, выпитого на голодный желудок, но тогда ее удалось спасти. Это случилось во время гастролей, когда вечно полуголодные артисты решили обмыть очередной успех. Рожковой повезло, что в ансамбле были ребята, занимающиеся каратэ, они ударили ее в грудную клетку, сломали ребро, но сердце завели. Правда, с тех самых пор оно стало работать с перебоями. Второй раз, уже через много лет, во время прогулки с мужем по Кисловодску, Светлану сбил автомобиль, я оказалась на лобовом стекле. От тяжелых травм спас свитер, который не дал сползти под колеса. Водители так и не нашли. Помню, видела свет в конце тоннеля. Летела к этому сиянию, как бабочка. Казалось, там кто-то есть, и он говорит со мной. Отчетливо слышала фразу. Ее время еще не пришло. После этих слов очнулась, вспоминает вторую клиническую смерть юмористка. И вот новый диагноз, прозвучавший как гром среди ясного неба, билиарный цирроз печени. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует орган, принимая его за врага и начинает сражаться с ним. Врачи отпустили артистке слишком мало времени, всего полтора года, но она не намерена сдаваться. Светлана сразу начала лечение и выполняет все предписания врачей. Ходит пешком не меньше 5 километров в день, работает на своем приусадебном участке. Выращивает овощи и зелень, ведет здоровый образ жизни, соблюдает специальную диету и старается не испытывать стрессов. И, конечно, продолжает радовать своих поклонников смешными сценками и шутками в Инстаграм. «У нас принято думать, что если цирроз печени, значит человек бухал. У меня же с алкоголем не заладилось с самой юности. Стараюсь не думать о болезни и просто живу. Я настроена еще долго жить и бороться», – говорит юмористка. А совсем недавно артистка призналась, что ее старшая дочь столкнулась с тяжелой болезнью. По словам Светланы, у Яны несколько месяцев назад диагностировали злокачественное новообразование в кишечнике. Сейчас дочь проходит реабилитацию после хирургического вмешательства.